В рамках регионального шашечно-шахматного турнира среди участников клуба «Активное долголетие» организовали серию мастер-классов по русским шашкам. Турнир провели во многих городах Подмосковья, теперь в Люберцах. Тренеры шахматы шашечного клуба провели сеансы одновременной игры. Это форма, в которой профессиональный игрок одновременно играет в шашки с несколькими соперниками. Для людей серебряного возраста это не только умственная спортивная игра. Самое дорогое богатство – это общение. А раз мы общаемся, значит, мы радуемся жизни. Проводят мастер-класс, это очень всё правильно для тех, кто умеет играть. И мастер-класс всегда получит, как говорится, нужную пользу от этого мероприятия. Активные долголетие состязались с учениками Люберецкой 44-й гимназии, которые посещают шахматно-шашечный кружок. Начинающие шашисты проявили навыки и умения и получили советы. Что дамки там, ну, два хода делают, это для меня как бы сложно чуть-чуть. Люди опытные, я ещё начинаю играть со старшими людьми. Мне было интересно, я хочу выиграть. Когда у меня были внуки маленькие, вот я их играть с пяти лет. И в 10 лет они меня выиграли, и я бросила. И я уже лет 20 не играла. Атмосфера вообще красота. Игры в шашки развивают память, внимание, логическое мышление и воображение. Открытые занятия для жителей проводят для популяризации этого вида спорта в регионе. Федерация шашек Московской области подписала договор с Минсоцразвития, в рамках которого мы проводим мастер-классы обучающие для участников активного долголетия. Всем участникам в конце дарятся подарки в виде досок. Они специально из мягкого покрытия, которое можно сложить, положить в карман. И вот выйти на лавочку, чтобы вместе со своими там бабушками, подружками своими, либо со своими внуками, гуляющими на площадке, провести замечательное время. Люберцы стали 30-м муниципалитетом Московской области, в котором провели мастер-класс. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.